Не то, что то, что будет презентовано на Google Face, а то, что потом дальше идет в системную работу. Почему мне это нужно? Не мне нужно, а почему это нам нужно? Потому что, в принципе, Выдович – то, что будет на Выдовичах. О том, о чем я хочу, мечтаю, о том, что хотел бы слышать Юркевич, как с другой стороны, как владелец этого пространства. Он бы хотел слышать мятную, не инфантильную позицию от творцов, художников, чтобы они сформировали ясную бизнес-модель, которую могли бы защитить, как сказать, я вхожу, я готов платить такую-то нулевую аренду 5 месяцев, потом я делаю ремонт, я там, ну, и как-то вот говорить тем языком, на котором привыкли разговаривать люди, ну, делал бизнес. То есть, у нас это вот разрыв, происходит разрыв по пониманию и по цивилизации. Вот на Google Face я бы хотел, чтобы, я бы хотел, я мое предложение, да, и вот Вы, я надеюсь, Вы донесете, вот это один из главных мессенджей, которые я хочу писать, чтобы сформировали, будут открытые платформы сформированы, или Вы сами их сформируете, то есть этого, не ждите, что кто-то придет и скажет, вот, я открытая платформа. Открытая платформа – это Вы тоже. Вы приходите и начинаете делать. Ну, естественно, уважительно относясь к другим, то есть это не расталкивая локтями, не плевая, крича только «я», все-таки понимая «я» в контексте других, да, вот это вот то, что называется делегированная свобода и так далее. Вот. После Google Face будет сформирована такая попытка, мы сформируем предложение уже хозяевам, и те, кто туда смогут войти, гнятные и неинфантильные люди, те, естественно, туда войдут, потому что Юркевич, он уже тратит деньги на то, чтобы сделать инфраструктуру, поэтому, ну да, процесс не обратил. В этой связи вот вопрос к привязке кластовым, да, существует практика «Красного Октября», да, существует там модель Германа запущенная в перемене. Не существует. Уже? Да. Ну, во всяком случае, попытка модели существовала. Вопрос в том, что, как бы, Вы решили идти путем того, что мы на Google Face сформировали модель, затем попробуем прописать это все для арендодателей, грубо говоря, да, и запустить какой-то проект. То есть, концептуально он еще не прорабатывался изначально, Вы не придумали для себя. Смотрите. Или решили просто не идти по этому пути? Нет, смотрите, что значит концептуально. Есть две модели, на самом деле, в мире, где существуют две модели существования арт-пластики. Европейская модель, где мэрия, в общем, некие государственные институты говорят, нам нужно решать социокультурные проблемы, там, депрессивных или не депрессивных регионов. Нужно решить проблему конвертации, там, остановившихся производств. Нужно решить проблему молодежи. И они выделяют финансирование на конверсию завода в арт-пластики. И выделяют более того финансирование на его операционные деятельности. От 30 до 80 процентов в зависимости от специализации этого арт-пластика. Это европейская модель. Вторая модель, русская. Есть прихоть некого богатого человека. Он говорит, там, винзавод, да, слушайте. Я вот езжу по миру, и мне нравится, ну, гараж, да, мой завод. Я езжу по миру, мне очень там, слушай, мне нравится, как в Лондоне, Париже, Берлине. Я это там молодой, молодой капитан, и мне так тоже хочется. И обычно это отдается на опыт, ну, девушке, жене или кому-то, да. Ну, и, ну, и вот счастье, да, тот же Даша Жукова, не сильно ошибся. Вторая модель в той же Москве, типа флакон. Это уже, как бы, бизнес модель. Это сдача, сдача в аренду, то есть, вкладываются деньги. И понимая, что есть там класс, так называемый, креативный класс, и он более-менее платежеспособный, московский класс, ну, это всякие продакшены, всяческие, там, ну, все, дизайн-студии, ну, те, которые более-менее состоят архитектурные бюро. И понятно, что им гораздо комфортнее жить вместе. И им говорят, ребятки, вот вам пространство для того, чтобы вам было счастье. То же самое в такой же счастье форме работает, насколько я понимаю, красный актер. То есть, он не дотационный. Стрелка, по-моему, еще дотационная, потому что нам, соусом, придумывался какой-то альтруистический проект, что там образовательная архитектура. После того, когда поняли, что слишком требуется много на операционную, начали сдавать под ивенты и так далее, и ресторации. По-моему, сейчас мы не уверены, по-моему, это много не уверены. Больше, собственно, в России, ну, там еще в Питере парочка есть. В остальных городах России это ничего пока не работает. Нет ничего такого. Украина. Наша, как бы, идея. Потому что, понятно, что, ну, там, креативного, такого жирного, массового, креативного, состоятельного класса, как в Москве, у нас нет. С другой стороны, все равно есть какой-то, который, ну, там, не, ну, так вот, соусом, который все-таки отдает себе отчет и может что-то обеспечить. Если эти вот люди сумеют договориться не только на коммерцию, но на системных уровнях, и модель это договор происходит на Гогерпесте, не сверху, не авторитарная система строительства, не вертикальная система, а горизонтальная система строительства, если это сработает, то тогда эти люди поймут, например, что для того, чтобы им было комфортно жить, не только, ну, каворкинги, там, модные слова, да, там, дизайнерский офис, там, шоу-унинг, очень радостные, там, бутиковые кафе или не бутиковые кафе, но еще нужен какой-то контент, который им хорошо бы поддерживать. Это может быть касаться и театра, и какой-то другой музыки, то есть, там, новой академической, которая нужно датировать, потому что театр, например, без дотации возвращается, он не может, не бывает нигде в мире, не существует нормальных недотационных театров. Если кто-то приводит, например, там, Broadway, то это чистая коммерция, я был на одном мюзикле, выдержал лично я 10 минут, ну, и туда, на самом деле, переплечные нью-йоркцы, не охуя, да, если кто-то был в Нью-Йорке, понимаешь, туда ходят только туристы, трата 100 долларов за бедите. А вот в связи с Вашим рассказом, может ли искусство быть коммерческим, при этом составляющую своего высокого искусства не терять? Это, это, опять, вот есть два формата, два пути. Есть, так называемая, шалатанская спекулятивная история, да, надуваем пузыри. И это, там, ну, фактически продюсерская, или, ну, там, Голливуд, это что? Тратя, там, миллиард, полмиллиарда денег, 200 миллионов долларов на съемку кино, которое, ну, нормальный человек смотреть не может. В общем, дурацкие биологии, ну, все плохо, да. Но, ну, это как бы бюджетно, да, там, ну, большие нормальные бюджеты. И, понятно, оно аккумулирует очень большие ресурсы. С другой стороны, масса, то, что снимается в России, или, ну, сейчас начало что-то сниматься в Украине, ну, это, в общем-то, смотреть тоже нельзя, потому что это ужас у нас. Вторая реальность. Где найти вот эту золотую середину? И в этом плане, опять же, есть протекционизм. Или протекционизм осознанного государства, который говорит о государстве. Ну, я говорю, есть же протекционизм, может быть, не дошла, есть протекционизм, например, того же Кинчука. Или протекционизм того же Уткина, да, те люди, которые... Или, как я, протекционизм, сообщество людей, которые говорят, нам для своей жизни нужно, чтобы у нас это было, и для наших детей это было, говорят люди. Потому что ты сам не можешь обеспечить сам для себя, в своей норке качество... Ну, ты не можешь обеспечить театр. Никак. Ты не можешь обеспечить себе нормальный концерт, например, академической мутырии. Ты можешь, конечно, ходить в пилармонию, но это другое немножко, да, ты можешь... Такое то, что делается... Ну, ты не можешь обеспечить. Почему? Пока чего. Поэтому, если появляется вот сообщество людей, несколько тысяч человек, которые готовы себя защищать... Еще раз. Не инфантильно дайте мне покушать культурой, а защищать это пространство, то это будет. Скажете, кто-то решить из-за меня? Не будет. Все очень грустно. А можно сказать, это все-таки практично. ДАХ, правда, что театр ДАХ закрыт в течение всего сих пор, когда вы будете использовать? Он не может... ДАХ не может существовать в формате репертуарного театра. Объясняю, почему. Что такое репертуарный театр? Это нужно содержать репертуар спектаклей. 15 примерно спектаклей в репертуаре. То есть, это должны быть монтажники, которые каждый через день монтируют и монтируют спектаклей. Это трупа, которая должна все время работать в театре. Но это очень сложно соединять работу в театре с, например, съемками в сериалах или еще какой-то работе. Так как у меня в театре большинство людей некие, как вы думаете, сколько нужно не киевляне для того, чтобы жить в Киеве? Вопрос. Это вопрос. Тут версии какие? Минималочка. 5-6 гривен. 6. 6. Это на руки, правильно? 6 тысяч гривен. Это такая плотненькая, да? Ну, так. Это если же трупа, если бы подбортили. Вот. 6 тысяч гривен. Плюс... Это уже варенник. Это уже люди говорят... Тогда в чем можно? Ну, вот я... Молодежь говорит, что может. Можно прожить. Ну, так вот. Трупа театра в среднем, это, ну, по крайней мере, даха, это 15 человек. Умножаем. 6 на 15, так, плюс еще администратор, это два человека у нас, плюс еще техник, плюс еще коммунальные услуги, плюс еще постановочный, постановочный, нужно вставить, вот. Все это, плюс еще форс-мажор, как в прошлом году у нас были все-таки отмечения, все-таки всего. Итого у нас получается, плюс налоги, естественно, да, все про все получается больше 200 гривен на месяц. Конечно, 1000, 1000 гривен в месяц. Это стоимость, себестоимость дяты. Продавая билеты, как вы думаете, сколько может быть билет, ну, там, на нашу аудиторию нормальный билет дяты? Билет. Если нужно еще что-то репетировать, ну, да, то есть не только же играть, нужно еще что-то, когда-нибудь делать, ну, или, да, умножаем, ну, играть можно будет больше 20-22 спектаклей в месяц. Ну, да, 22, это если 50 мест, 50 умножаем на 105 тысяч, умножаем на 20, 100 тысяч. Разрыв по кассе. Это, это обошлось швейцарскому посольству, боюсь, что порядка, думаю, ну, минимум 50 тысяч долларов. В магазине русского осталось приблизительно. Да, это 400. Понимаете, вы же не понимаете на самом деле, что вы содержите гигантскую армию театром. Вы не представляете на самом деле, что вы, как бы, тот, чего не может позволить себе Франция, Украина себе позволяет. Что такое национальный театр храма? Вы понимаете, что это такое? Это 500 человек штатного расписания. Это завод. Качество продукции, которое это производит, мы не обсуждаем. Кто определяется экспертом? Мы называем это национальный театр. Национальный театр оперетты. Что вообще? Само слово. В Украине национальный театр оперетты. Что это такое? Есть еще национальный театр голорубский и опытный театр, который выгоняет Мадвиенко. Есть еще национальные коллективы, типа Веревки, Вирского. Замечательно. Но если рассмотреть, какие ставки у этих национальных коллективов? Что они производят? Насколько продукт это соответствует качеству? Кто этот экспертное дает оценку? Ну вот этому национальному продукту? Насколько это соответствует мировым запросам, да, контексту? Мы, мы, есть Киев, Киев, это мы говорим федеральный уровень. Есть еще эта прокуратура, в которой, как все жалуются, не хватает денег. Их просто тратят очень талантно. Есть еще у нас Киев. В нем 20 театров муниципальных. Есть, конечно, нормальный уровень. Левый берег, молодой театр. Сейчас не помню, кто еще. Левый, молодой. Молисевый, садовый. Садовый, безусловно. Печерский, колесо. Где-то, конечно, Раба. Браво или участок. Не знаю, не знаю, что Браво. Ну, короче, есть там порядка 8 театров, о которых никто не слышит. Есть театры, которые районы содержат. Есть еще районы. И вот, опять же, вопрос. Кто определяет, да? Что это такое? Что это такое? Вот тратится, например, во Франции, чтобы мы знали, всего содержится государством порядка 15 театров, которые имеют свой тур. Там, правда, содержится здание. Зданий много муниципальных. И выделяется куча фондов, которые поддерживают проект. Ну, то есть ты пишешь проект, ты его защищаешь. Если проект совпадает социальной, культурной, так далее, направленностью, то тогда он поддерживается. А если нет, то нет. Германия, Венгрия, она больше такая постсовбовость. Ну, это и с опять-таки. Ладно, слушайте, давайте будете задавать вопросы, потому что у нас, по-моему, право. А не видно, а она очень хотела задать самого начала вопросы еще. Да, я вас не хочу задуматься, особенно того, вы сказали, что вы сейчас вы решили, чем будет это наступная работа, а что вы, власне, хотите результатом этого побачить? Что вам дать? Могу сказать, да, мы будем продолжать это. Это только в каких организационных формах это может быть? Как это громадянское суспільство проект, я вам сказала, как это может улучиться? Как оно может улучиться? Есть такие практические речи. Это было питание Митболи Герема, давайте представлять себя по этому. Да, смотрите, очень все просто. Мы, я, команда людей, которые может это делать, доказали годами, что мы это делаем хорошо. Теперь, должен быть, мы не можем выполнять функцию шизофреническую и заказчика, и исполнителя. Мы всегда выполняем двойную функцию. Вот сейчас, если появится то гражданское общество, которое является заказчиком, у нас, да, в любой форме, ну вот появляется некое, ну не знаю, сборище ответственных бизнесменов, да, говорят, слушайте, друзья, вот мы создали попечительский совет, я не могу себе создавать попечительский совет, безумие. Я не могу сам себе делать попечительский совет. Если это кому-то нужно, создается. Это может лоббироваться посредством журналистики, это может быть разными способами. Может быть, как бы спильный хош, да, то есть собираться деньгами, собирается, ну какая-то активная, с другой стороны ответ, да. Они говорят, друзья, вот мы собрали 23 копейки, сможете вы создавать, я говорю, 23 копейки, наверное, не очень получится. Да, или они собрали, ну, например, 100 тысяч долларов, можете сделать, мы говорим, слушайте, ну на 100 тысяч долларов, мы вот тут напряжемся, мобилизуем все наши ресурсы, что-то сможем. Если будет бесплатное помещение, не будет, вообще ничего не сможем, да, ну и так далее. То есть это нормальный диалог команды профессионалов, которые делают, и заказчиков. Вот это понятно. А было процедентом уже? Чего? Если бы вывозли, я бы это сейчас не говорил. Ну, а вам здесь, что истоит все... А, вывозьте, на таборокулак Юрия Федеральковского вывозащения, Дальцович. Вы разумеете, что для того, что вы кажете, что 3,5 миллиарда медиа и инши, вы знаете, что навіть те, кто полюбляет WorldFest, безусловно ничего не чують и не знают, но те, что там творится, не знают, чим они могут получиться, как готовиться, чтобы информация не поширить, я понимаю, что там до наших медиа нет вопросов, но, может, давайте не остановиться и творить что-то постельно, целый год? И, наверное, вычлотать всю массу... Тем более, вот я со стаканчиком перед 5-метровой, я не могу производить контент информационный каждый день. Ну, не могу. С другой стороны, там, вы сказали, а где ваша информация на сайте? А где ваша информация, там, еще где-то? Для того, чтобы содержать сайт, да, вы сами понимаете. Это нужно... Нужно... Ну, как это... Став! Вы делаете спильновальщики. Вот я там, сейчас, может быть, запущу 9-м проект. Но это тоже... Я в свое время, да, которое я там могу... Могу там... Ставить что-то... Ну, еще художник, я же еще немножко шлю. Сделать что-то еще, да. Я готов его трачить. Без возможно. Но дальше что? Если вы просто... Ну, я не знаю, сколько просмотров всего. Ну, сколько это будет? Сейчас, сколько я на самом деле смотрю? 20 человек, 100, 130, 300. Вы же не касаете его просмотров? Ну, сейчас мы же в онлайне. А. А. Нет, ну, я не про это говорю. Поэтому у меня была... У меня, кстати, вот идея. Медийная идея. Это, кстати, к вам, да. Это, может быть, вот то, что называется партнерство, да. А. Вот здесь был предложен проект. И, господа журналисты, я опять к вам обращаюсь. Давайте его сделаем. Называется кодовое название «Справженная Украина». Суть его следующая. Создать некую базу данных, которые... Делайте ли контент. Типа меня. Или эти медиаторы, которые там по образованию, по медицине, по науке, по философии, да. Делайте я. Я делаю такой-то контент. Или сделаю. Победил на международном олимпиаде по математике, сделал еще что-то, да. То есть, но те люди, которые готовы написать, это «Справженная Украина». Журналисты, используя свой ресурс, на который вы работаете, будь то такие большие ресурсы, типа корреспондентов, то телеканалов, будь то маленькие ресурсы, неважно. Выбирают из этого массива правильного контента и говорят «Справженная Украина». Победил там-то, сделал выставку такую, поставил спектакль такую, или снял его такую, это и так далее. В чем секрет этой истории? Это горизонтальная, вы понимаете, не вертикальная система. И она, если вы с любой новостью, самой волшебной, появляетесь в медийном пространстве, она смывается из ленты за минутку, ну пять минут, не больше. Если же появляется «Справженная Украина» и она появляется в новостейных лентах хотя бы четыре раза в день, то тогда у тебя появляется медийный бренд с нулевой финансовой вливанием, который становится очень серьезным. А если их десять событий в день, то тогда это как бы хорошо. Если одно выйдет, например, на главную, да, не просто в ленте, а появится как главную. Если один раз в день это произойдет, то тогда это просто живо. И тогда это уже, как это, система реального влияния на ситуацию. Но это должен быть сговор, да, такая, ну как бы сговор доверия друг другу и сговор. Правильно. Ну вот я вам предложил точно работающим. Молеги, я прощаюсь с вами, значит, в прямой эфир на две години, значит, и залишаю у вас на имну и Влада. Я обращаюсь с Владом, дякую, что вы пришли. Может быть, на раз в крайний раз. И встретимся на Гольфесте. Йоу. До свидания. Я присутствовала на Гольфесте в 2010 году, была подписана этим фестивалем, потому что я, правда, ничего подобного не видела. И хотела спросить, какие награждения будут в этом году и какой процент иностранных участников ожидается? Бюджет фестиваля в 2010 году составлял примерно полтора миллиона долларов. Это в какой-то степени ответ, да. Участников, я об этом говорю, ну, про полтора миллиона не говорю, но говорю. Участников, про цены не могу сказать какой, но где-то 15 стран участников, да. И это касается и по музыке, и по театру. То есть театр будет интересно, точно не имеет смысла ходить. Ну, вообще, все будет интересно. Ну, опять же, чтобы не понимать, привести хороший театр, ну, такого формата, типа Костолучева, Кристиану Группа, ну, то есть звездный театр, «Оттенмайя». Это один спектакль, один показ, порядка 150-200 тысяч долларов. Хотите такое смотреть? Найдите. Найдите эти деньги. Будет неправда вывести. Это, извините, я жестко говорю. Просто, опять, Вы сказали очень инфантинно. Как Вы нас выучите? Я понимаю, Вы журналист, но попробуйте немножко изменять. Я считаю нам очень неприятно. Ну, неправда. Извините. У нас, может быть, очень тема называется, просто перед натурой. Поэтому, в общем-то, Вы все правильно говорите. Какие все наши темы? Потому что я сейчас, у меня такая, как бы, дурацкая ситуация. Я даю много интервью. Я понимаю, что я попадаюсь, ну, как бы, самоцитирую. Это я думаю. С другой стороны, интерпретация, которую я потом считывал. Ну, это, дах закрылся, поехал в Давыдович. Блин. Какой? Дах не закрылся, но пришел в проектный режим. Я буду делать не репертуар. Про репертуар я уже сказал. Будет делаться проект. Я ставлю спектакль. Играется 10, 12, 15 раз подряд. Не меняя декорации. Потом консервируется. За год накапливается 3-4-5 спектаклей. Потом делают шоу-кейс для интерпренеров европейских, российских. Какой спектакль покупают. Они приглашаются на фестивали. Тот живет. Не покупают. Закрывается окончательно. Вот это, как бы, модель, которая будет существовать сейчас. Можно? Да. Какая-то, продолжим. Казитопада Илья Альбовичка. Вы, наверное, так вскоре упомянули о том, что инфраструктура создала? Да. То есть, если вы выключили. Будет ли там какая-то маршрутка? Или что-то, чтобы людям, например, с дневно-бородово добраться на машину? Ну, там, на самом деле, от метро 5 минут, ну, 7 минут ходьбы. Это не то, что там в... Это не в техниках. Ну, то есть, это там, где дети тоже, ну, если не грудные дети, на руках, да и на руках донесут. И, опять, вы сказали, что будет такая сильная детская программа. Можно чуть-чуть подумать? Ну, детская программа, она каждый день будет, если я не ошибаюсь, где-то в выходные дни с 12, в будние, ну, до 6 часов. Это образовательные программы, там будут и социальные программы, потому что будут привозиться детки из детских домов, интернатов и для, естественно, детей с родителями тоже. Ну, и там разные, то есть, от технологических мастер-классов для детей, потому что там и робототехника, и айтишники, и языковые, и музыкальные истории, и ремесла. Ну, там, в общем, очень интересно. И она бесплатная, программа детская, ну, только в будние, выходные дни, выходной билет там, но не для детей, а для взрослых, 20 минут. Продолжение следует. Влад, опять вы его заметили. А тогда вот наблюдитесь и разделите публику на сегменты. Какие вы видите сегменты? Кто может чем улучшиться? И как? Да, есть сегмент развлечения, я понимаю, что вы на него тоже понимаете, что можно работать. А еще кто? Среди молодых, среди там средних, среди взрослых людей. Как они могут, и чем, и какие варианты выучить? А вот физического присутствия. Просто сейчас плети убирать, мыть окна, грузить вещи, да, которые нужно грузить там просто. Или нанимать грузчиков, или за деньги, которых нет, или мои же актеры сами это грузят, убирают. Как всегда мы делали, но это, конечно, мне с каждым годом все сложнее это просить у ребят. То есть от такого до банального, у тебя есть какой-то ресурс, ну, например, у тебя есть там выход на хостел, надо поселять кого-то, надо кормить волонтеров, которые готовы работать, но нужно их кормить. Есть транспорт какой-то, да, у тебя, ты можешь, или грузовичок, или микроавтобус, который может решать чисто практические задачи. Глад, координационный вопрос в привязке к этому. У вас на сайте сегодня, скажем, существует какая-то координационная служба, куда уже можно обратиться и сказать, ребята, хочу грузить, или ребята, хочу, у меня есть хостел. То есть какой-то обратный адрес, с которым уже сегодня можно связаться? Ну, там точно есть какие-то, я опять же, я так как интернетом не пользуюсь, лично я, да, кроме почты, которые приходят на телефон. Есть, например. Ну, там есть на сайте, думаю, что все какие-то свои, и там, я думаю, что даже выставлены наши потребности. Да, что нужно. Да, это есть. Ну, и банально там даже есть кнопка, в которой можно просто отправить деньги, которые, взять и отправить деньги на счет Google. Тогда у меня страшный вопрос, входит совершенно в другую сторону. Вы, когда начинали Google Fest, и, собственно, запускали Google, первые три, да, вы говорили о геополитическом аспекте Google Fest. Говорили о том, что именно благодаря тому, что Google Fest находится у нас в Восточной Европе, в Европе Центральной, именно здесь получается замечательная площадка, где Европа встречается, ну, пусть не с Азией, но со страшным монстром по имени Евгерской России, и каким-то образом здесь может происходить такое пересечение и переплавка, когда может созидаться новый смысл. Опять-таки прошло иное количество времени. Сегодня контекст чуть сместился, а может быть и нет. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? Или вы вообще уже перестали рассматривать это с точки зрения геополитической? Нет, я понимаю, что точно это, ну, блять, ну, тут или сейчас такой разгоник издавать ответ, да, или пытаться скетчи какие-то говорить, да, если такой скетчин, да, Украина сейчас играет Динамо, ну, не команду Динамо, а, знаете, девушки, те, кто, может быть, постарше сейчас, не знаю, есть такой тип, или нет. Ну, то есть, не с тем, не с тем, хаях, хожу, не хожу, да, и морочить голову, там, другу. Сейчас этим занимаются наши отношения команды. Но они хотят романуть, да, и понятно, что это плохо кончается. Никогда не забываешь, что это хорошо кончается. Ситуация в культуре, если ты играешь, как бы, ну, как по открытым и честным картам, она гораздо серьезнее, потому что мои предложения, как и европейским партнерам, так и русским партнерам, они вызывают сильнейший отклик у них. И у меня было бы просто фантастическое взаимодействие с европейскими, но оно и происходит, и с русскими, ну, там, театральными институциями. Но чему мне не хватает здесь, нет точки сборки, да, я не могу эту точку коммуникативную выстроить, что я нахожусь в воздухе. Есть дах микроскопический, и все, да, и все. Все равно должна быть некая развернутая институция, и должно быть предложение, опять же, ну, адекватное. Если те говорят, там, не знаю, Чеховский фестиваль, Центр Мирхольда, или Риньонский фестиваль, или тут же Единбургский, мы хотим с вами сотрудничать. Ты говоришь, хорошо, я готов сотрудничать. Говорит, ну, окей, мы там делаем то-то, то-то, то-то. Что делаешь ты? Можешь там, да, пихать нормальную площадку? Я понимаю, что нормальную площадку я, конечно, могу сказать, что я дам, но вот сейчас вот вопрос, да, там приезжает француз, режиссер, и мне, ну, он говорит, французский культурный центр. Я ему должен поставить тот технический райдер, который он хочет, и это нормально, они все уплачут, гонорар так и так, я должен со своей стороны сделать. Ну, вот в этом проблема. И геополитическую карту Украина, нормальная геополитическая карта, всегда, правда, проиграна. Они, потому что наши отцы-командиры, вообще-то, играют в короткую. Это так называемые, они играют не в преферанс, если Кучева пытался играть в преферанс, то сейчас играют в очко. Ну, кто знает карты, понимает разницу, да? И обычно там шпидят в очко. В преферансе сложнее шпидят. Ну, тоже нету, но... Есть еще вопрос? Это мужчина? Поранже. Я хотел, возможно, моё питание, ну, те питания, которые я задам, взагалю, в Украине набралось повину. Но я хотел бы у вас запитаться про мову. У вас есть репертуар? На какие мовы там? У нас уже нет репертуара. Ну, где-то пополам. Тобто у большого присутствия? Ну, конечно. В принципе, и... Все, не бабка нет. Чьи питания нет? Что? Давайте, я Дарьянов, социальный хакер. Что? Социальный хакер. Хакер? Хакер. Социальный. Что это такое? Извини, чтобы я понимал просто... Давайте, я не хочу... Я хочу представлять себя, а задать вам вопрос. Я просто лично по тому же... Я хочу пополенить свой личный. Я просто хотел узнать, Вы говорили о том, что на ООЭЛ-тесты будет представлена на возможной платформе, где будут общаться айтишники, художники и демеринги. Есть автор к этой задумке или это просто всего лишь мастер или это будет конкретное действие? Нет, это конкретное действие сейчас через платформу. Есть такая платформа, да? Да, есть такая платформа. Вот это через них, да? Да, но они одни из партнеров в этой истории. Это не задумка? Нет, это задумка моя. Какая-то форма идеи, которая может осуществиться на борьбе? Нет, она точно осуществится, она не может, она осуществляет, сейчас это происходит. Для того, чтобы участвовать на этой истории? Нужно просто подать заявку, сейчас это происходит или на базе платформы, куратор этого проекта Сашко... Нет, нет, это платформа, Мехет, Сашко Мехет. Координаты его, я уверен, что есть на сайте Губеркеста, он одновременно на куратор литературной программы, с ним связываться, там есть его мыло, я думаю, что телефон есть. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Можно пытание, кто-то пришли скрыть? Да. Почему вот они были? Почему тут нормально? Почему мы здесь сидим? Почему мы пришли? Ну, еще люди, которые, ну, Губеркест, уже много людей делают, всегда за ними на работе? Ну, вообще, они чуть-чуть работают. Ага, за это. Просто это тоже визуальное сообщение такое? Ну, они просто, я, честно говоря, бросил, отменил сейчас, у меня сейчас сидят актеры и вообще ждут репетиции, что мне нужно сделать, если так, чтобы вы понимали, сделать, подготовить спектакль с рекорделем, сделать открытие Гугольфеста, технологически и актерски, и музыкально, сделать два спектакля отдыха, ночь и утро. То есть это то, что сделать у меня осталось, простите, и еще организовать немножко Гугольфест. Скажите, у меня государство, я не существую в грани государства. Ну, потому что важно существовать для вас, знаете, рано или поздно она придет за вами. Это значит, что вы думаете. Слава Богу. Послушайте. Нужно, если кто не делает, выделать то, этого не делать. Этого можно, этого не сделать. Да, ну, понимаете, государство, слушайте, ему настолько наплевать на это. Так, слава Богу, что же наплевать? Слушайте. Слава Богу. Поза закончится скоро. Ну, мы, я думаю, что, понимаете, я когда сделал Эдипа, если кто видел Эдипа, я думал, мне говорили, как вы не боитесь Эдипа? Ну, потому что более жесткого и более бескомпромиссного такого пощечения и, на самом деле, и социум, и людям, и, на самом деле, государство как институция. И люди, ни государство никаким образом не среагируют. И это горько. И назывался спектакль, спектакль назывался «Из жизни молчаливого большинства». Это молчаливое большинство прекрасно продолжает свое молчание, инфантильное молчание существовать. И это горько, к сожалению. Очень правда. Следующий вопрос я просто уточняю. Вы говорили про репертуарные театры в Кунице. То есть не секрет, что в России идет речь о том, чтобы разогнать еще, чтобы бабушки... Правильно делают. У нас тоже идет речь. Но мы же живем, к сожалению, и демократии. Вот у меня вопрос. Разогнать институционный театр. Это правильно, да. Как сказал докладельщик, я только за. Разогнать кофе с турки. И отдать кому-то дом художников. Вот это не то же. Прогрешется нет. На самом деле, нет. Ну, я не столь радикального. Я предлагаю некую конструктивную позицию. Государство радикально. Пойдем. Кто им это существует? Это скажут угубители юных дарований, которые сидят в этих звуках. Вопрос очень простой. Для того, чтобы что-то сделать перед тем, как что-то улучшить, как его тогда прекрасная оранжевая власть начала гонять из Николаевича, сделав его национальным героем. Ну, если вы помните глупую ситуацию, да. В мире, на самом деле, уже все придумано. Для того, чтобы была какая-то динамика развития, да, не было заспроя, делается публичный конкурс и замещение художественной и административной должности в этом дне. Ну, в том, что финансируется государство. Раз в сколько-то лет. Три-четыре года. Один человек или одна команда больше двух сроков не может занимать это место. Так же, как президент, так же, как. Ну, в общем, это нормально. Другой вопрос. Кто потом является отбирателем? Вот на это имеет смысл финансировать и приглашать не только украинских экспертов, потому что, понятно, чревато, ну, там, всеми, там, нюансами украинской истории, да, там, множество украинских радостей, а добавлять 30% с севера или, там, 30% с Европы. Ну, чтобы тоже не было там однобоков. И они оценивают уровень заявок. И параллельно, перед тем, как, ну, сейчас, если объявить, например, конкурс на замещение у другого театра, ну, на самом деле, предложить-то некого, да, нет молодой... Не-не-не-не-не-не, это, не-не-не-не-не, это иллюзия. Для этого нужно было сделать то, что называется инкубатор, где, ну, как, как же, как и любая IT, нужно отрабатывать технологию, как это, как люди, где они могут научиться нормально работать в современном театре. Карпанка-Каро, ну, это, наверное, немножко такое сумасшествие. Не волнуйки надутся, мужик надутся, не театральная директора... Прошу прощения, давайте мы договоримся все, что у нас один в лучшем случае два вопроса, и мы даем возможность, а, договорить, б, работать другим тоже. А то, что я когда-то придумал такой проект «Центр инновационной режиссуры», да, условно, это было бы точно, но это датируемая вещь. Кем она датируемая? Это вопрос. Или частным инвесторам, или государству. Государству в этом плане, я, честно говоря, я, с одной стороны, говорю, понимаю, что, как это... Ну, понятно, не до того, да, понятно, не до того. Но, с другой стороны, как бы инстинкт самосохранения, там, какое-то наивное представление сделать что-то полезное, хоть чуть-чуть полезное, должно работать, но как-то не срабатывает. И у меня вот этот, как в Париже, мне представитель украинского посольства, во время у меня французские жены спрашивают, говорит, а где ваше украинское посольство? А мы играем там на берегу Сены, там, театр Дель-Ави, там, весь город обклеен афишами Вия, там, ну, не знаю, метро, все, громадная афиша. Я говорю, где украинское посольство? Она говорит, да я это не знаю, у меня там, вот, культурный атташе знакомый, я ему позвоню. Звонит мне культурный атташе, наверное, ну, туда дядя из посольства, и говорит, я могу вас принять завтра в 7 вечера. Я говорю, в смысле вы меня можете принять? Ну, вот, вы хотели со мной встретиться? Я говорю, послушайте, ну, у нас тут, типа, гастроли там, да, да, может, вы придете, говорит, не, у меня там завтра прием, там, это, давайте я с вами созвонюсь на следующей неделе. И все. То же самое было в Лондоне, когда мы играли в Барбакин-центре. Точно такая же история. То же самое было в Москве, когда мы играли в центре Мерху. То есть это тоже играл, было в Осло, тоже было в Берлине. Так что... Знаете, я понимаю, что у нас очень мало времени уже остается, и надо, в общем, подводить какие-то итоги. Я думаю, что Иночка сейчас замечательно это делает. Ну, в случае от сообщества большое спасибо за... Ура, была возможность действительно послушать и услышать. Вообще, спасибо за ваше мнение. Спасибо, за что вы есть. Да, да, да. Вообще, я бы хотела, чтобы вы решили. Во-вторых, за то, что вы действительно делаете. Делаете для всей страны, для всех нас. За то, что вы даете такую возможность нам по всему этому доучиться, как кажется, у нас в Украине. Что мы можем вместе с вами на партнерских началах участвовать в тех проектах, которые вы делаете. И, наверное, я не буду преувеличивать, если скажу, что сегодня у нас в гостях был флагман культуры Украины, современного искусства в том числе. Я не преувеличиваю. И очень надеюсь, что действительно те моменты, точки соприкосновения, которые сегодня назвал Влад по отношению к медиапространству, как мы можем взаимодействовать для того, чтобы культурный процесс у нас приобрел новые какие-то витки развития и перспективам его гораздо больше, чем нам кажется на сегодняшний день. Спасибо вам большое. Спасибо. А можно вопрос предложить? Да. У нас принадлежала небольшая команда, 20 человек. Мы можем копать. А можем и не копать. Что это еще? А вот можно найти какое-то время до фестиваля, чтобы встретиться с командами на команде, то есть это минимальное, чтобы ознакомиться там за полчаса и обменяться общими парадиками. И понять, что мы можем... На самом деле, я уже один раз на прошлом деле делал общий блок команды, на самом деле, 15 человек, один человек 50, потому что там касаемо управления волонтерами, вообще питом и так далее. И я просто выслушав каждого, да, это занимает часа минимум три. И уже ты начинаешь... Поэтому мобилизовывать сейчас у людей, это же тогда очень многое время сжимается в катастрофическую такую... Не все, не все. Такое петро, они самые, как бы, мобилизованные. Вопрос там, опять же, в вашей команде. У нас запущен там проект, вот и девушки, мы запустим, съемки, съемка фильмов. И это работает в этом 50 волонтеров, которые со своей техникой снимают... И для себя тогда можно попросить. Не знаю, там понятно, что... То есть, не знаю, что это будет, да, но... Сейчас будет такой пиар-ход, который я думал, мы имеем, что дастся, как это называют. Это... Ну, так как мы делаем храм, мы все правы продумали эту тему, да, тут сделали по городу Каплички. Сейчас, ну, помню, ну, там есть два варианта. Это связано с экономией. Есть одна, там, компания, которая занимается в ТОП-среднем. Они хотят, что все убитое в Украине, вот эти люди там, мало того, что делают, ну, занимаются в ТОП-среднем, еще как-то пытаются работать. И это, конечно. Хотя все делается против того, чтобы они тоже. Так вот, они прессуют бутылки пластиковые, да, такие кубы. Куча с этих кубы. Они очень красивые, да. Да, с пластмасской, да. Ну, они немножко, конечно, могут попробовать. И сверху поставить. Сверху, с большого куба. Который будет? Ну, да. И у нас много есть когуля. Горгуля вокруг сделать каркас, покрасить краску Садовея. И здесь поставить в пунктах места Кельфеева, да. То, что мы сейчас собираемся делать. Мы еще хотим получить разрешение. Мы ставим по этому точку. И начинаем это где-то же с конца августа, чтобы к 8 сентября они уже были расставлены. И с ассоциацией для пробега велосипедистов. Они делают только одну точку, сборы. А где же делается от 2008-х дисков, которые получают. Ну, понятно, все это приезжает на ГУГАК. И это будет пресс-тур на новой фесте, который, ну, когда, как в прошлом году, когда идет премия, авант премия, то есть, что так, пресс-рекордейм будет вечером. Это будет репетиция все равно, да. Это будет уже сама. Будет уже почти все расписано в стеклу, и будет еще все инсталировано. И поэтому непонятно все равно. Очень важная, мне кажется, история, где пробега Алии поучаствует, это будет проект, так называемый, пост-Аскорбский. Потому что закоммуницировать, выделить 5-10 человек, которые мобилизуются, с одной стороны, распространение этой информации, и самим поучаствовать. Потому что важно, что вы вошли туда и другие, не только журналисты, только художники, но еще, возможно, люди с другого типа ресурсов, технологических ресурсов, и айтишных и так далее. Возможно придумать вот эта идея «Справженная Украина». То есть есть идея, да, его каким-то образом визуализировать и запустить, чтобы это был нормальный стартап, который дальше работает. Это очень похожая у нас. Так что тут мы можем... Нет, понимаете, вот то, что вы делаете, все равно, ну, это все равно кузов, да, кузов, круг, надо как можно... И вы, и у вас все равно это такая дырочка, да, скважина. А нужно сделать, чтобы это было, ну, по слову, массовое, горизонтальное общество. Вы можете быть катализатором этого. устроена сеть, ну, и инспекция, которые будут теперь последствия, да? Нам нужно еще важный момент, очень важно, чтобы использовать тот ресурс, который уже есть. Не только ВАР, да, куда я говорю, и тот же корреспондент, так, потому что неравнодушные журналисты даются, они уже собирались выливать этот, полон, поэтому... Так нет, вот, понимаете, им нужно донести это, чтобы они не присвоили, сказали, что это их идеология, и, таким образом, мы через... не используя мощность финансового ресурса, да, сделали свою, как бы, среду. Вот я попробую, как разорвать, на то, что вы получаете. Итак, конечно, есть варианты, но, как раз, как раз, есть идея, по поводу создания вот этого самого мирового содержания, украины, даже, так, да, украины, которая, она разручивает, как и на наших, вот это, там, пары, и, есть еще, вот помимо проекта, где можно выйти на какие-то деятельностные, бизнесовые, скажем, или полного проекта, но, во всяком случае, деятельностные проекты, не просто разговоры, разговоры, это третье попадание, да? И еще, какие-то события, которые происходят там, о которых надо, наверное, разобраться, понять, что, и выяснить, почему вам надо его подключить уже, на уровне, как бы, в первую очередь, нужно освещать, или еще, да, ну, смотрите, вот вам все равно нужно, ну, как бы, системное партнерство с BTV, да, безусловно, мы должны просто с ними, и, ну, я понимаю, да, просто там, в принципе, на том, толстый интернет, как раз, то есть он сейчас проводится, уже, по-моему, даже подключится, а я предложил BTV, там, доставить студию, потому что, стационарную студию, поставить прямо, там, форматики, детская программа, вот, попробовать еще, подключить, другого типа, опять же, ресурсов, то есть, или, та программа тех мастер-классов, да, которые там будут, они будут на разных локациях, в том числе, можно запустить тот же проект, детская программа, потому что там детки будут, да, и могут они что-то, ну, что, на любой стороне, тут нужны качества, чтобы не получилось, каляки, гулять, и, это нужно просто тоже отработать, да, что такое, есть, например, инициативный, есть такой ресторан, три, не, трякский ресторан, который будет, они делают, журнал, жила, знаете, рекомендую, опять-таки, там, я это очень хорошее выбираю, с ними попробовать, возможность сформировать, вот эти вот, вот такие, истории, здорового для детей, телевизионных программ, каких-то, не семьи, то есть, может быть, с ними, с той же Иркой, допустим, вообще, стуратор, это радует, да, программа, попробовать, и запустить, вот тот же портал, айтишный, и с помощью айтишников, там, есть тоже, выйти на аспорт, сотрудница, сообщество. ПО-другому. ПО-другому. Продолжение следует...